Всем привет! И сегодня мы поговорим довольно-таки о грустной теме. Хочу с вами поболтать, порассуждать. Тема домашнего насилия в Турции у меня уже затрагивалась. У меня были вопросы, я хотела бы это немножко прояснить. Почему в Турции домашнее насилие вообще происходит? Почему это в такой, по сравнению, например, с Россией, странами СНГ, кажется более жестокое, повсеместное? И здесь этого гораздо больше по ощущениям. И почему вот эти причины этого домашнего насилия, почему турчанки, которые, казалось бы, независимые, которых воспитывают очень многих как принцесс, особенных, терпят и позволяют домашнее насилие над женщинами. Они происходят не только в каких-то прослойках определенных населения, это как и в бедных семьях, и в богатых тоже самое все есть. Практически этим пропитано здесь общество. И вот такое здесь, как многие говорят, средневековое отношение к женщинам. Здесь, да, есть такая тема. Сегодня мы поговорим об этом. Сначала поговорим о том, что кажется, что этого здесь больше, и это как-то более что-то жестокое и так далее. Это чисто мое рассуждение, мои какие-то подметки, да, то, что я замечаю здесь, мои какие-то личные выводы, это мое субъективное мнение. Я надеюсь, оно никого-то мне обидит, не заденет. У нас в России домашнее вносилие тоже навалом. Какие у нас ужасные приняли недавно законы, да, о домашнем насилии. Это просто ужас. Просто об этом меньше говорят. И это более приемлемо у нас, потому что даже у нас есть пословица «Бьет, значит, любит, надо терпеть». И в связи, скажем так, с нашими историческими моментами, в принципе, у нас воспитывается терпение, сострадание, да, жертвенность определенная. У домашних насильников, скажем так, очень развязаны руки. И об этом просто мало говорят, потому что это даже является частью нормы. Если рассказать там, то кого-то где-то муж там поколачивается по-соседски или еще что-то, это нормально. И это никого особо не удивит. Почему в Турции кажется, что этого больше? Ну, во-первых, потому что у нас немножко другие ожидания от Турции, да. Вам же кажется, у многих девочек заблуждение, что турки очень семейные, поэтому как хорошие семьянины, мужья, они там не бьют, не обижают, не оскорбляют, и очень себя хорошо ведут, все такие добрые, хорошие. Нифига. Надо смотреть здесь обычные, как вот в других странах, проблемы с домашним насилием, социальные проблемы. Это финансы, социальная прослойка, в какой люди живут. Это тоже очень сильно влияет на их семью, на их прошлое, откуда этот человек, из какой семьи. И влияние его родителей, воспитание его, это все очень сильно влияет на это. Если так смотреть вообще в корень домашнего насилия, очень часто здесь проблема, естественно, финансовая. Мужья и жены, вот как вы знаете, турчанки, почему это терпят? Их воспитывают большинство как королев. Но здесь есть такой момент, что очень много условностей, очень большое влияние, очень много женщин вкладывает здесь, если то, что скажут другие люди, мнение общественности, к сожалению, оно влияет. Но если не на нее, то еще на поколение ее родителей, то старое поколение. И когда девочке, казалось бы, надо бежать быстрее к маме, к папе, они ее могут раз принять, а на второй, третий раз, если это продолжается, она не ушла от такого абьюзера, насильника домашнего, то девочку отправляют обратно, ее перестают родители поддерживать, потому что становится некрасивым. Что скажут люди, что скажут соседи? Плюс еще в турецком обществе женщине после 30-35 с ребенком разведенной женщине труднее выйти повторно замуж, потому что это уже не ликвидный товар, определенная проблема в этом есть. Очень часто разведенные женщины живут со своими родителями, либо им помогают финансово братья, сестры старшие, младшие, у кого денег, например, побольше. То есть она, женщина здесь разведенная, она в позиции жертвы однозначно. Наиболее частую, скажем так, прослойку населения, где бывает домашнее насилие, ведь сама главная проблема, что если это однажды произошло, женщина, скорее всего, повторно, чтобы это произошло, просто закрыла на это глаза, поэтому это происходит повторно. А здесь, знаете, в домашнем насилии вопросе надо просто обрубать и не позволять делать это повторно. И женщина, которая регулярно, систематически подвергается насилию домашнему, говорит о том, что она от этого в первый раз не ушла и не отказалась к самому большому сожалению. Не забываем о том, что, допустим, сейчас трудно о статистике говорить, потому что страна большая. Я живу в городе, скажем так, отчасти эмансипированном, где женщины работают и т.д. Это Стамбул. Но есть же много провинций, много деревень, где немножко вообще там другой уклад жизни. И если брать общую статистику по стране, это тоже очень влияет на эти статистические данные. Большие города, деревни, селы, это очень сильно отличается. Где, казалось бы, в Стамбуле активная социальная жизнь и женщины эмансипированы, в деревнях совершенно все будет по-другому. Не забываем о народностях, о клановости, о преемственности в семьях, восточных. Этот элемент отсюда тоже не упирается, никак нельзя убрать, не искоренить. Так вот, если брать средние, скажем так, по больнице, то 50%, если так грубо округлять, допустим, 50-60% женщин не работают, они домохозяйки. Но я хочу отметить, что в Турции женщины не работают не только потому, что семья может себе это позволить, и финансово она не должна ходить на работу, она может заниматься домашним хозяйством. Это в их культуре, в их укладе. Но если в семье недостаточно средств, многих девочек так воспитывают, даже из бедных семей, что муж тянет все это финансовое время, а я сижу дома и работать я не пойду, если мне денег не хватает. Таких очень много. Есть, конечно, те, которые будут работать, но большинство тех, которые не пойдут работать. При этом они еще рожают по трое, четверо, пятеро детей, когда денег, в принципе, особо на жизни нет, а еще и детей чем-то прокормить надо, учить. Я про образование вообще молчу, их просто надо одевать и хотя бы кормить какое-то первое время. И когда в такой семье скандалы из-за денег, из-за финансов, родители, клановость, все прочее, не способствуют, не поддерживают своих детей для того, чтобы они разводились, говорят, решай свои проблемы сама или к нам не возвращайся. То есть у них, потому что у родителей тоже по 5-6-7 детей могло быть в семье, и как там каждый устроил жизнь, это уже не так важно. То есть, короче, невестку из дома, в основном, скажем так, сплавили, хоть за нее могут заступаться, но по сути решение все равно окончательно женщина принимает. И либо ее аипят, говорят, что это позор, если ты уйдешь, дети будут без отцовщины, надо терпеть, страдать. Вот эта история здесь тоже идет, восточный элемент, который нам тоже очень близок к нашему менталитету. И вот в таких ситуациях, когда женщина без денег, она не работает, ей идти некуда, по сути, поэтому она позволяет, не отказывается от домашнего насилия. И это становится систематически. Естественно, мы прекрасно знаем, не только в силу своего характера, склада какого-то или психических проблем, мужчина становится такими агрессивными насильниками и так далее. Но здесь же еще момент экономически-финансовый, да? Когда на мужчине такая ответственность в социуме, он должен обеспечивать, у него дети, а у него это не выходит в силу каких-то там причин, неважно. Он же чувствует себя неустроенным, неудовлетворенным. Это же злость, агрессия на себя самого. И такие люди вымещают свою агрессию на домочадцев. Это же простая схема, она везде одинаково работает. И вот в таких турецких семьях, но я думаю, в других странах точно так же происходит, домашнее насилие очень часто. Я хочу отметить, что домашнее насилие – это не такой бич бедных семей или некультурных, или еще каких-то. Здесь это есть в богатых семьях, где люди тоже, это все больше фиксировано на деньгах здесь. Люди, которые боятся потерять финансовый поток, источник, расположение какое-то. Я прекрасно, у меня, как бы правильно выразиться, я знаю, здесь девочек, и турчанки, и русскоговорящие, которые замужем за обеспеченными мужчинами, но у них экономически-финансовая обеспеченная, когда муж денег не дает, или он еще дает их очень мало, контролирует и так далее, который может давать пощечины подзатыльники детям, у него это считается нормальным, я такую семью знаю. Они живут очень хорошо экономически, со стороны, они хорошо выглядят, ухоженные и все прочее. Далеко ходить не надо. У меня, скажем так, психопатическая семейка по соседству моих соседей. Я постоянно слышу, как они орут и ругаются. У них однозначно в семье какой-то диагноз есть, у них неуравновешенные практически все. С виду это очень обеспечено, хорошо одевающиеся, хорошо выглядящие, культурные люди. Они на публике себя ведут просто идеально. Но была такая ситуация, когда эти соседи ко мне, скажем так, за помощью пришли, у них там бабушке было плохо, они поймали тромб. Короче, я вызывала, скоро им помогала. Я была у них дома, мы так познакомились, скажем так, у них очень хорошо обставлена квартира, дорого, социально очень приемлемая семья. Но какие я слышу постоянно за стеной скандалы, вы себе не представляете, как они орут, как они друг друга обзывают, как они, я думаю, дерутся, скорее всего. Это слышно все очень сильно. И это же говорит о том, что семья больная, понимаете? Хотя внешне социально очень приемлемые люди. Но я скажу так, по своему типу, складу, характеру личности и психике своей, я бы не смогла в такой семье жить, либо с таким мужем, это просто ужасно. Они не могут спокойно разговаривать, они все равно орут. У них такой стиль общения, просто орать. Им наплевать, что соседи что-то слышат, слышат, я это слышу, не приятно все это знают. Дело не в шумоизоляции квартир, а в их поведении в семье, что у них это считается нормой, к сожалению. Я хочу отметить, что сейчас тенденция, кто рожает по многу детей в Турции. Много детей это 3 и больше, 3, 4, 5. Это либо бедные семьи, их просто рожают, там не предохраняются, контрацепции там нет. Им что 3, что 5, что 6. Они там, не знаю, каким-то образом их прокормим, и все. Они не думают образование, как будут устраивать своих детей в будущем. Либо есть семьи богатые, у которых есть средства на это, они тоже рожают по многу детей, потому что у них есть чем детей обеспечить. Средний класс сейчас в Турции в связи с экономическими проблемами, что сейчас в обществе, цены там на образование и так далее. Родители, которые среднего класса, они думающие, они в принципе составляющие костяк страны. Я бы сказала, как прям интеллигенция, но все равно эти люди рожают по одному, два ребенка. Бывает по три. Но не 4, 5, 7. Потому что эти люди, когда рожают детей, они думают о том, чем они будут их кормить, зарабатывать на это, кем станут их дети, думают о их образовании и так далее. Я по своим чисто наблюдениям могу сказать, что наблюдая, когда семьи социально средние живут, у них более-менее уравновешенные отношения, они не дергаются, они, да, рассчитали, допустим, двух детей родили, трех, у них есть на это деньги, у них меньше каких-то поводов для скандалов, трений и так далее. Они живут гораздо спокойнее, более гармонично, нежели экстра какие-то богатые люди, либо экстра бедные и так далее. Мне не кажется, это вообще во всем мире и везде. Так что почему турчанки терпят к себе отношения, когда их воспитывают царевнами, королевами и так далее? Очень просто. Подводим итоги. Первое. Это общественный аип и позор. Быть разведенкой с детьми неликвидно. На немало посмотрят других каких-то мужчин потом после развода. Никому она со своим прицепом с детьми тоже особо не нужна. Второе. Потому что у нее много претензий, там запросов, вот это воспитание идет женское. Она знает себе тоже цену. Второе. Женщины социально-экономически незащищенные. Они зависят от мужчин. И они не хотят идти работать, даже если их припирают. Ну, такие есть категории, скажем, тогда много таких. У кого припирает финансовая проблема, но работать они не пойдут. Но тем самым они себя ставят в плохое положение. Они зависимы полностью от своего мужа, психопатом или нет. Бьет он их там дома, калечит или нет. Они привязывают вот это. Нет экономической, финансовой, женской независимости. К сожалению. Это очень во многих странах тоже на это влияет. Это экономический, социальный вопрос. И третье, на мой личный взгляд, это социальное, скажем так, научение от общества, от своих родителей, что много детей, их образ жизни. Они рожают, например, много детей, которые нужно прокормить, а это финансовые проблемы, денег на все не хватает. Вот этот вот цикл скандалы, конфликты с мужем из-за денег, недовольства какие-то, как результат побои бывают и тому подобное. Вот этот вот цикл запускается. Вот так они в этом и живут. И терпят. И момент такой культурный их терпеть. Либо ты жертва, либо ты терпишь, страдаешь. Казалось бы, да, я королева принцесса до определенного момента. Турчанка, пока она выбирает себе мужа, вышла замуж, видела, кого выбирала, вот ты с ним и живешь. Ну, либо там родители выбрали, это от ситуации зависит, то, как там живет, из-за очень много всяких вариантов. Может быть, это неоднозначный момент. Так что вот такие факторы. Вроде бы, это очень парадоксально, мы королевы независимы знаем себе цену, но когда, скажем так, попадает она в этот брачный капкан, вырваться из него довольно-таки трудно. Социальные, семейные, социум и личные вот эти вот моменты позора. и социальная незащищенность и независимость женская. Так что, девочки, кто здесь живет в Турции, вообще в любых других странах мира, особенно здесь, в Турции, я вам советую быть хотя бы чуть-чуть на йоту, независимой от своего мужа, экономически и финансово. Это предугадывает, это вам дает карты в руки. Если в момент какой-то критической ситуации, вы можете отсюда уехать, забежать, чтобы у вас была своя копеечка, чтобы вы были независимой от него. Имея маленькую независимость, это ваш стерженек такой, противостоять своему мужу, если у вас с ним плохие отношения, чтобы вас не с грязью смешивали и ни во что не ставили, чтобы иметь свой какой-то голос и свое я. Имейте это в виду. Я жду ваших комментариев на эту тему. Если у вас есть что добавить, пожалуйста, очень интересно будет об этом почитать и узнать. Какие-то советы может быть женщинам дадите, или вообще взгляд ваш на эту ситуацию. Это касается не только Турция, в принципе, и страны, в которой вы живете. К сожалению, домашнее насилие это проблема, это бич нашего времени. Слава Богу, на которые сейчас стали больше обращать внимание и с этим бороться. Спасибо за ваше внимание. Я оставляю почту у себя под видео в инфобоксе. Разворачивайте его. На эту почту вы можете прислать свои письма для анонимных историй, записаться на психологическую консультацию. Также ставьте лайки на это видео, если вам понравилось. Либо подписывайтесь на канал, мне тоже будет очень приятно. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.